Всем привет дорогие друзья, с вами ElectroBest. Этот ролик будет посвящен недавно прошедшей арене драконов. Я нахожусь в гильдии BFP, и это уже получается четвертая по счету арена драконов в игре Lords Mobile. Нам попадается гильдия LH1. Да, мы еще ни разу не проигрывали, поэтому находимся в зеленой лиге с двумя звездами. 1600 кубков. Начинается миграция, ну и сейчас посмотрим сколько народу прилетит. Вообще у нас была очень большая проблема, связанная с Баронской битвой. Баронка начиналась в 8 часов утра по Москве, и в это же время заканчивался период регистрации на арене драконов. И где-то примерно 20 человек из гильдии BFP находились в другой гильдии для создания дополнительного сбора на Баронской битве. И эти люди поучаствовать с нами на арене драконов просто не смогли. Смотрите какие жесткие ребята прилетели из гильдии LH1. Там игрок с двумя императорскими шмотками и несколько аккаунтов с имба-героями и оранжевым шмотом чемпиона. Таких там было человека 3. Ну у нас двое было как минимум. Прилетел Файжан и еще участвовал второй по силе наш сборщик. Я не помню его никнейм, но чуть попозже мы его увидим. Вот он будет активно сборить. Но в целом сборщиков с полностью прокачанной последней веткой изучений у нас довольно мало. Вот я буду пытаться что-нибудь сборить, хотя у меня сбор всего лишь 2 миллиона 375 тысяч войск. А у гильдии LH1 я уверен сборщиков будет побольше. Поэтому нам будет сложно. Ну а так в принципе нам нашли довольно равного противника, что у нас больше 100 миллиардов силы гильдии. Что у них? Миллиардников в принципе одно и то же количество, но только проблема в том, что у нас не все участвуют. Заюзал я все бусты, поставил 20% атаки армии, таланты военные, шмот на стрелков, ну и поставил бустик на 50% скорости передвижения. Пошел захватывать вам буст, сюда никто из гильдии LH1 не подлетел. Они начинают захватывать все сверху, ну а мы пошли снизу. Лидера я отправил в форт, но сидеть на одном месте конечно же не стал. Полетел на другую точку, выбивать LH1, но уже конечно без героя. Не стал сканить, посылаю кавалерийскую атаку, ну и затем пехотную, если вдруг мне пробить не удастся. Да, не пробиваю, поэтому сразу идет 4 дивизион, на стрелков героев у меня уже нету. Они сидят вместе с лидером. Но здесь мне пробить не удается, потому что там оказались фулл кавалеристы. А я послал как раз таки кавалерийскую атаку и пехотную. Вот такие вот отчеты получил. Кавалерия против кавалерии не затащила, потому что там был лидер. Ну а пехота тем более. Это уже контртип. Прошло 4 минуты и с нашей стороны прилетело 28 человек, а у противников 21. Да, у нас численное преимущество и это очень хорошо. Так воевать гораздо проще. Больше перекрепа, ну и возможно больше сборщиков. Но радоваться пока что рано. Опережение по очкам очень незначительное. И это только первая фаза битвы, когда открыты только авампосты. Но уже скоро начнут открываться цитадели. И нужно будет полететь туда. Поэтому я принимаю решение забрать лидера из авампоста и пойти отжимать какую-либо циту. Попросился гильдица меня подменить. И сейчас полечу к первой цитадели. Там никого нету. ЛХ1 почему-то тупят. И они остались на авампостах. Даже начали нас сборить. Нам это только на руку. Пускай делают что хотят. Забирают у нас все авампосты. Ну а мы будем фармить очки на цитах, древних останках и горячих источниках. Тут очков дают гораздо больше. А авампосты нужны по большей части только для караванов. За них действительно дают очень много очков. Но пока что караванов не видно. И держать авампосты нету никакого смысла. Во вторую циту я решаю отправить лидера с солянкой. И пока что на этом остановиться. Больше я ничего делать не собираюсь. Удерживаю две циты. И мне этого более чем достаточно. За ним еще нужно уследить. Дождаться перекрепа. И вовремя распустить сбор. Если пойдет атака от сильного игрока. Принять 4 миллиона войск без лидера. Я никак не смогу. Ну и с лидером на самом деле тоже. Потому что у меня нет соляночного сета. Я только могу принять несколько соло атак. Наверняка сейчас полетят выбивать. Но вот пока что ЛХ1 не видно. У нас по прежнему численное преимущество. По очкам 8 тысяч у нас. 5 тысяч у них. Все циты находятся под нашим контролем. Горячие источники некоторые вообще не заняты. Видите. Вот например здесь никого нету. Это довольно странно. Сказывается нехватка игроков. И у них и у нас был низкий онлайн. И время для меня было очень неприятное. Воевали с 6 до 7 утра по московскому времени. Китайцы в принципе не спят. Да, у них это уже почти обед. Ну а я просыпался под будильник. Но не пожалел. Видите. Внес свою лепту. Героев на солянку у меня уже вообще не осталось. Поэтому приходится кидать то что есть. Нужно просто выиграть время. И попытаться перекрепиться. Чтобы никто не смог выбить в соло. И в этот момент как раз таки меня пытаются выбить в соло. На цитадели. Скорее всего это там где у меня нет лидера. Сейчас посмотрим что происходит. От гильдии лошадин висит только один сбор. И от нашей гильдии тоже. То есть супер активной войны пока что нету. Мы захватили самые важные точки. Это 4 цитадели. И все древние останки. Скоро будет действовать буст на 200% атаки армии. Это очень весомый аргумент. И вот сейчас. Миллиардник с имбо героями и сетом чемпиона. Пытается выбить мою циту в соло. Там сидит мой герой. А он героя не отправляет. Похоже его лидер находится в какой то другой крепости. И он ее распускать не хочет. Пытается выбить так. Отправляет то кавалерийскую атаку. То пехотную. То стрелковую. Но у него ничего не получается. Хотя рано или поздно. Мне кажется он сможет пробить. Потому что меня никто не перекрепляет. Да. Все меньше и меньше войск у меня остается. Каждая атака выносит там по 40 тысяч войск. По 50. Он даже прожимает ботинки. И у меня осталось примерно 400 тысяч солдат. Каким то образом я все же держусь. Непонятно как это получается. И наконец таки прилетается гильдеец. Пытается меня перекрепить. Прожимает ботинки. Но тот товарищ так и не останавливается. Атака за атакой. Продолжает разбиваться. Почему то он не использовал буст на 50% размера армии. Довольно странно. Двухмиллиардник с имбо героями. С оранжевым сетом чемпиона. И пожалел 5000 самоцветов. Атакует только 300 тысячами войск. Ну и конечно этого мало. Что пробит солянку с лидером. Он еще раз повторяю. Ходил без героя. Пока меня пытались выбить здесь. К другой моей ците. Подлетает еще один игрок с имбо героями. И отправляет атаку с лидером. Соляночная атака. Я ее смог выдержать. Сейчас он пойдет еще раз. Я пытаюсь ускорить креп. Чтобы у меня было побольше войск. Все таки там я сижу без лидера. И опять он не пробивает. Давайте посмотрим что получилось. Потерь у нас примерно одинаковое количество. Он заходит по 130 тысяч. Каждого вида Т4. С героями на солянку. Ну и третья атака должна меня все таки выбивать. Ставлю стрелковую фалангу. И выходит еще одна атака. Начинает ускоряться. И сейчас похоже меня выбьют. Вообще довольно странно что он ходит с солянкой. Это не очень профитно. Если бы он сразу отправил на меня атаку из одного типа войск. Он бы выбил в любом случае. Вот на любой фаланге. Я бы не смог его принять без лидера. Чем бы он не пошел. Пытаюсь выбить его атаками без лидера. Отправляю несколько маршей. Но он принимать их почему-то не стал. Выходит из крепости. Уступает мне место. И меня начинают активно перекреплять. Больше в соло на эти древние останки он не выходил. Не знаю почему, но он начинает сбор. Хотя с его статами он должен без проблем в соло выбивать мою солянку. Даже с миллионом войск. Но он этого не делает. И мы снова выигрываем время. У нас уже почти 50 тысяч очков. Когда у противников только 16. Обережение очень большое. И мы держим подавляющее количество крепостей. Выходит первый караван. Немножко неудачно для нас. Придется выбивать вот этот авампост. Этим займется файжан. Ну а пока что давайте посмотрим, что делаю я. А я снова вернулся к первой ците. Которой скоро пойдет караван. Там не очень много войск. Поэтому я пытаюсь выбить в соло. Вернул своего героя. И отправляю атаку из 375 тысяч стрелков. Попадая в пехотную фалангу. Я бы наверное пробил, если бы использовал пехотный клин. Но я поставил не то построение. Поэтому сейчас повторим атаку. Но уже конечно на пехотном клине. Теперь пробить я должен. Потому что его никто не докрепляет. И пехоты там осталось мало. Сборщик не очень сильный. Сетик такой же как и у меня. По очкам они от нас отстают ровно в 2 раза. Но расслабляться не стоит. До конца еще почти 40 минут. Все может поменяться. Выбиваю циту. Забираю свою атаку обратно. И сейчас пошлю марш. Без лидера. Герой мне нужен, чтобы выбить другую крепость. Но здесь все равно я не справлюсь. Рано или поздно меня выбьют. А таймер нужно было обновить. Чтобы эта цита не ушла под контроль противников. Смотрите, подлетает еще один игрок. Это уже очень серьезный тип. Биллиард 600 миллионов силы. Тут должен быть хороший сет. Поэтому он меня сейчас скорее всего нагнет. Я иду туда без лидера. Моя атака автоматически разворачивается. Потому что он зашел первым. Забегает он кавой. Поэтому я пошел стрелками. Прожимаю ботинки 2 левела. Да, их приходится отдавать. Потому что противник серьезный. Без ботинок тут воевать не получается. Отчетик вот такой. Забежал контртипом. Другого здесь быть и не могло. Прошу сагильдийцев, чтобы меня докрепили. Но пока что никого не видно. И логично, меня сейчас должны пойти выбивать пехотой. В попытках удержать первую циту. Я потерял примерно 5 минут своего времени. И вот сейчас у меня сидит только один отряд. И набирает очки там в какой-то другой крепости. Поэтому всегда следите за выполнением одиночки. Никогда про это не забывайте. Потому что будет очень неловко, если ваша гильдия выиграет арену, а вы не получите медальки бомбардира. Сейчас я тяну время как могу. Отправляю то кавалерийскую атаку, то пехотную, то стрелковую. Поочередно прогоняю их из стадели 1. Стянул на себя 4 игроков. Из них несколько сборщиков. И это очень хорошо. Я один воюю против четверых. Они просто тратят свое время, пока другие наши сагильдийцы спокойно набирают очки в других крепостях. Долго этим делом я заниматься, конечно, не стал. Понимаю, что мне нужно выполнить одиночку, а здесь это сделать не получится. Поэтому полечу в другое место, чтобы повкидываться в наши крепости. И тут возникает еще одна проблема. Нас выбили из второй циты. Возврат 8 минут. И это был последний мой отряд, который находился вне замка. Приходится поражать несколько тапков второго левела. Тут ничего не поделаешь. 10 секунд возврата. Ну и сейчас полечу куда-нибудь вниз. На арене драконов любой игрок с войсками может приносить пользу своей гильдии. Главное хотя бы что-то делать. По минимуму это вкидываться в форты. То есть перекреплять, делать полные сборы. Ну а даже если вы не являетесь сборщиком, но у вас, допустим, полностью прокачанный боевой зал, размер сбора 2 миллиона, этого вполне достаточно, чтобы пытаться удерживать хотя бы какую-то точку, не давая ее захватить противникам. Понятное дело, если против вас идет сильный сбор, который вы 100% не сможете принять, то вам придется распустить циту и отдать ее врагам. Но вы уже принесли пользу своей гильдии, стянув такого игрока на себя. Ему придется сидеть и обороняться. Соответственно, в другие места он полететь не сможет. А если полетит, то вы быстро захватываете циту обратно. Забирайте ее себе. То есть тут, чтобы удерживать все, нужно огромное количество сборщиков. У нас в гильдии БФП примерно 15 человек имеют полностью прокачанный сбор, то есть 4 миллиона войск. И далеко не все участвуют сейчас на этой битве. Поэтому многие сборят и с 2 миллионами войск. Они приносят пользу, стягивая на себя игроков, цимбо-героями и оранжевым сетом чемпиона. Обычно самые сильные игроки в гильдии летают и пытаются захватить крепости под караваны. Так в принципе делать и нужно. Потому что караваны приносят огромное количество очков, но в итоге за нахождение в крепостях дают больше. Это можно будет посмотреть по финальной таблице, уже после арены драконов. Ну а сейчас Файжан пытается перекрепиться и удержать горячие источники до прибытия каравана. Но, к сожалению, Файжана не перекрепили. И миллионам войск он принимает 4-х миллионный сбор. Конечно, его пробивают. И у Файжана выбираются только осадки. Лидера он тут, к счастью, не потерял. Потеря лидера на 5 минут вроде бы и мало, но когда теряет самый сильный игрок, это очень сильно сказывается на статистике гильдии. Сейчас противники нас потихоньку догоняют. У нас 219 тысяч очков, у противников 150. Да, разница пока еще большая, но уже не в 2 раза. Они начинают показывать неплохие результаты. Забрали несколько караванов у нас и сейчас пытаются выбить мою циту. До этого я заходил к кавалерии, чтобы прогнать пехотный сбор от гильдии Лошадин. Они распустили, я зашел и сейчас меня сборят стрелками. Понятное дело, если я приму этот сбор, то потеряю лидера. У меня там только кавалерия и кавалерийские герои. Сюда на помощь приходит Файжан, он сборил только под караваны, ну и самое время засборить вторую циту и поймать огромное количество очков. Тем временем выбиваются горячие источники, тоже под приход каравана, и Файжан захватывает вторую циту. Файжана, кстати, вообще никто не сборил, его обходят стороной. Поэтому караван наш, и сейчас я попытаюсь смениться. Файжан полетит куда-нибудь в другое место. За последние минуты мы снова очень сильно оторвались по очкам от гильдии Лошадин. У нас уже почти 300 тысяч, когда у них меньше 200. Подменяю Файжана в ците, он, конечно, распускает сбор, и я забегаю туда с лидером. Больше эту крепость никто выбить не пытался. До конца арены драконов я спокойно там просидел, и ни одной атаки не последовало. Чего нельзя сказать про горячие источники. Их выбивали просто по КД. То они, то мы, то же самое происходило на древних останках. Смотрите, почти все древние останки находятся под контролем противника. Вот только эти держим мы. Остальные все красного цвета. Вообще, под конец, когда многие выполнили минималку, наши почему-то сборить перестали. И вы просто посмотрите вот на эту карту. Почти все красного цвета. Мы держим только одну циту, два горячих источника, и один авампост. Вот такая вот картина. Довольно печальная. И противники нас почти догнали. Ну, как сказать, почти. Разница 100 тысяч очков. Это многое. Вряд ли они успеют нас опередить. До конца битвы осталось всего лишь 5 минут. Одиночку они выполнить успеют, но выиграть уже не получится. Они собрались очень поздно. Тем не менее, хочу сказать, что гильдия Лошадин была достойным соперником, и под конец мы воевали 46 человек против 45. Состав был равный, сборщики сильные, но мы немножко расслабились. Победить мы победили. Битва заканчивается. Небольшое опережение. Они нас почти догнали. И если бы битва продлилась еще пару минут в таком ключе, то мы бы скорее всего проиграли. Ну а так победа. Мы переходим в синюю лигу. Там будет больше крепостей. Появятся порталы. Станет еще сложнее. Ну а сейчас пришло время открыть нового героя. Бомбардир. И я хочу поставить его в качестве лидера. Устроим флешмоб. Этого героя получили только те, кто 4 раза подряд участвовал на рее драконов. И каждый раз выполнял одиночку. Это было не очень просто. В прошлый раз мы воевали против гильдии Лошадин. Ну а в этот раз Лошадин. Не знаю, что будет в следующей. Но надеюсь, что будет интересно. Противник будет сильный. Конкурентно способный. И даст нам достойный отпор. Как это сделала гильдия Лошадин. Они воевали очень хорошо. Ну а сейчас пришло время сказать несколько слов про нового героя. Я протестил его в Колизее. Сделал несколько атак против разных пачек. И готов поделиться с вами результатом. Показывать бои я не буду. В этом нет никакого смысла. Хочу сказать только одно. Серый бомбардир в Колизее. Со своей задачей не справляется. Он идет на роль дэмэдж дилера. То есть должен вносить урон. Он этого не делает. Возможно потому, что он как раз таки серого цвета. Я оттестил его против фри-то-плей пачек. И против хороших донатных. Так вот. Ни одну донатную пачку. Мой состав с бомбардиром. Так и не выиграл. Потому что бомбардир. Очень мало урона вносит. Во вражеского танка. И танк живет очень долго. Успевает всех захилить. Там особенно если танком является Роза. Да и берсерк. Тоже живет до конца. Вот. А фри-то-плей пачки разваливаются. За счет других героев. Потому что я использовал сказочницу. Ну. Того же самого берсерка. В качестве танка. И контроль героя. Куклу. Если серый бомбардир в Колизее фигня. То давайте посмотрим. Что же он может сделать на охоте. Бомбардир. Это герой под физическую пачку. Соответственно будем тестить против чернокрыла. Возможно здесь этот герой покажет свой потенциал. Сперва сделаем атаку обычной пачкой. Без бомбардира. Ну а потом посмотрим в сравнении. Выбираю вот таких героев. Ну и пятым возьмем пожалуй лучницу смерти. Выхожу на второго чернокрыла. Посмотрим сколько урона будет сейчас. Так. 36% запоминаем. Ну и пожалуй кого-нибудь поменяем на бомбардира. Самый слабый герой в этой пачке. Это очевидно лучница смерти. Поэтому ставим бомбардира вместо нее. Посмотрим что же лучше. Такого результата честно сказать я не ожидал. Минус 37%. Даже почти 38. Урона на процент больше. Чем в предыдущем случае. И теперь я хочу сделать еще один тест. Поставить бомбардира вместо убийцы демонов. Это один из ключевых героев физической пачки. Если урона будет столько же. То это значит что бомбардира можно ставить вместо кого угодно. И он спокойно может заменить любого героя физического состава. И да друзья. Он это делает. Опять почти минус 38%. Результат очень даже хороший. Но это только второй чернокрыл. Возможно на третьих, четвертых и пятых будет совсем по другому. Потому что серые герои очень ватные. Их убивают одними из первых. На золотом цвете этот герой будет просто бомба. На этом у меня все. Спасибо за просмотр ролика. Если вам понравилось. То ставим лайк и подписываемся на канал. Всем пока.